Мне больше всего интересна начальная фаза, когда ничего нет, и из этого ничего нужно двинуться в сторону чего-то. Я делал диплом как художник-постановщик, клипы мы снимаем, но потом началась реклама, все как-то изменилось. Сделал интерьер, потом еще сделал интерьер, потом стал это делать систематически, потом стал дома строить. Разница между кино и реальной жизнью, но она скорее касается временности и фундаментальности. С точки зрения профессии, хороший дизайнер по интерьерам совершенно спокойно справится с такой же задачей как для кино, так и для реальной жизни. Если вы занимаетесь какой-то креативной работой, неважно, спектакль оформить или кино, вы думаете о визуальной составляющей, как это выглядит в целом. Для кино и для театра, и для архитектуры наличие такой художественной составляющей и образности важно, потому что в противном случае можно получить безликую архитектуру, бесхарактерную, безобразную в плохом смысле этого слова. Все, что волновало тогда в плане театра и кино, оно остается важным. И сейчас, с точки зрения интерьеров или архитектуры, это наличие образа, художественного решения, которое было бы внятным, заметным, считываемым. Всегда важна была идея для того, чтобы что-то начинать делать, мне важно, чтобы она сформировалась, чтобы она была внятной, чтобы ее можно было рассказать. Когда я проектирую, я иду от функции, от жесткого планировочного решения. Я, как правило, делаю очень много планировок, может быть, 25-30 вариантов. Я прорабатываю их, в этом во всем проживаю. Это, может быть, моя самая такая любимая работа, вот в этом копаться. Образ, как правило, приходит потом, конкретное техническое задание. Может быть, оно даже в большей степени предоставляет свободу для творчества, чем художественная составляющая.